Всем привет, с вами Алекс Ки. Хотел с вами обсудить последнюю новость по поводу крушения самолета Саратовской авиакомпании в Московской области. Возможно, сейчас посыпется очень много негативных отзывов. По новостям очень довольно-таки большое количество информации говорят, но почему-то вот только несколько, пару статей я нашел в интернете о том, что администрация города Москвы, точнее мэрия, а также администрация Саратовской области окажет всем материальную поддержку родственникам погибших людей, пассажиров, находящихся на данном борту. И вот что удивительно, если бы еще сумма там была бы 100 тысяч, 200 тысяч, я бы вообще даже не стала снимать этот ролик. Но судя по статье, которая написана на Москва-24, которую я прочитала вот совсем не так давно, в ней говорится то, что мэрия, а также администрация Саратовской области планирует выплатить до миллиона рублей родственникам погибших. У меня вопрос возникает, откуда будет, точнее, каким образом будут списываться средства с государственных бюджетных учреждений, потому что и за чей счет это все будет происходить? Да, возможно, сейчас там в комментариях будут писать то, что ты вообще как-то можешь, это у людей случилось горе и так далее и тому подобное. Но мне, в принципе, денег-то особо не жалко, но не до такой степени. Если, например, один миллион рублей, можно там спокойно купить квартиру в каком-то городе, тем более в Орске, я думаю, тоже за эти деньги можно приобрести хорошее достойное жилье. Но вот как так вот это люди, которые распоряжаются не своими деньгами, они не распоряжаются бюджетными средствами. Бюджетные средства аккумулируются за счет налогоплательщиков, продажи нефтепродуктов, продажи сельхозпродукции, также какого-то дополнительного оборудования, например, там, авиатехники, автотехники и так далее. Собирается бюджет того или иного региона. В Москве, конечно, денег достаточно на большое количество, так как большое количество юрлид зарегистрировано на территорию Москвы, но все равно же это же деньги, их можно применить и на благоустройство, на трату людей, которые сейчас живут, например, на тех же самых инвалидов. Я думаю, что в каждом городе и те, кто будут смотреть этот ролик, они знают тех людей, которые живут в их подъезде, которые не могут выйти на улицу, потому что у них нет пандуса, или не работает лифт, потому что люди вообще, в принципе, никуда не пишут, никуда не обращаются. Также прочитала вот недавно статью о том, что женщина написала имя Навальный, и у нее убрали снег во дворе. Кстати, рекомендую попробовать эту теорию на практике. Возможно, в вашем дворе тоже уберут снег. Если это произойдет, пиши в комментариях. Я также проэкспериментирую на своем дворе. Ну, вернемся немножко к этой теме. И я считаю, что люди, на самом деле, те, которые пользуются авиалиниями и авиаперелетами, их жизнь застрахована. Например, также есть страховка, когда ты находишься непосредственно и перемещаешься с помощью поездов. Там тоже твоя жизнь страхуется. И причем не на маленькую сумму. Если Медведев сказал то, что всем людям, которые непосредственно связаны... Медведев сказал, что страховые выплаты должны быть обязательно произведены родственникам погибших. Так этой суммы там должно быть достаточно, чтобы компенсировать. Может быть, и недостаточно, но она должна быть достаточно большой, эта сумма. И при этом не надо приписывать еще какие-то дополнительные средства, тем более, средства государственные. Это... То есть, получается, если с тобой что-то случится, государство будет платить... Ни в одной стране никто не будет платить из государства дополнительных каких-то средств при каких-то чрезвычайных происшествиях и техногенного характера или еще чего-то там. То есть, люди, например, живя в Калифорнии, они знают там или в Лос-Анджелесе, они знают, что у них постоянно горят леса и, возможно, то, что у них пострадает их жилище. Так они его страхуют. Они его страхуют, тем более, что если это происходит на самом деле, так им просто выплачивают страховку. На что я еще также обратил внимание, это то, что сейчас каждый федеральный канал показывает о том, что произошло, и там какие-либо есть новые новости, что там будут разгадывать или не разгадывать этот самописец, черный ящик и так далее. Мы все прекрасно понимаем, что этот самописец, уже давно его все прочитали, все получили информацию, расшифровали, но так и никто ее никогда не узнает. На самом деле настоящей правды наверное только те специалисты, которые непосредственно разгадываются самописец, но по новостям показывают у нас только эту новость и все говорят, вот даже в других странах поддерживают нашу страну, то, что у нас там вот все погибли, у наших олимпийцы высказали свое мнение, находясь непосредственно на Олимпийских играх и прочее. Но вот почему на федеральных каналах например не показали то, что в Австрии сегодня столкнулись два пассажирских поезда, пострадал один человек, сколько еще пострадавших при данном происшествии никто даже не сказал. Москва-24 только одна написала там может быть еще пару лент новостей, написала эту новость и все. И на этом все, больше никто ничего даже не пишет. Просто почему? Потому что это самая непродаваемая новость, самая продаваемая это сейчас Ан, который упал, непонятно почему, а вот и все строят догадки, очень много догадки, смысл, зачем раздувать такую большую чехарду, потому что ну вот у тебя все равно нету, ты догад, у тебя вот ты пустослой занимаешься. Если по сути можно просто подождать, когда появится достоверная информация из достоверных источников, от квалифицированных людей, квалифицированных специалистов, которые тебе действительно аргументированы, все скажут, расскажут, что, как и почему и вообще почему это произошло на самом деле. У нас этого нет, потому что мы живем в России. Пусть оно не, мое видео не на такой уж позитивной ноте, если оно тебе понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал, а также жми колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем удачи, всем пока!